приветствую всех на канале пчеловодство и природа сегодня 1 мая хотелось снять фильм о развитии пчелосемей но получилась такая проблема обрабатывают поля яда химикатами пчелы летают на цветочки вокруг полей и практически вся летная пчела полегла пчелосемьи сильно по проседали я их просматривал там пчелы осталось очень мало вот эта пчела что летает это уже молодые пчелы которые облетались и заменили летную тему вся летная пчела лежала вот здесь вокруг летков уже такой характерный запах пошел пришлось это все вместе с землей соскрести и закопать вот остатки этих пчел еще видно это они уже до выносят то что осталось в ульях они до выносят но уже так чтобы пропадала не видно где-то может единичная пчелка а то было массово массово гибло гибло пчела поэтому пчелы просели и показывать там нечего ну снимем видео о том как правильно сделать крышу там предыдущих видео спрашивали почему у меня шифер лежит на ульях лежал на всех шифер так вот я хочу показать и объяснить вот если видно свес крыши тут его практически нету от сантиметр два здесь вот это вот двп многие ульи у меня оббиты двп или же фанерой фанера или двп если постоянно тут будет вода сбегать особенно зимой осенне-зимний период она разбухает все раскисает вот поэтому воду приходилось отводить вот таким вот способом то есть ложить шифер но это чем связано на шифер приходится ложить кирпич потому что шифер сдувает бывает сильные ветра шифер этот сдувает этот шифер туда-сюда двигать это неудобно кроме того этот шифер он для человека он вредный это азбест ну вот пришло время этот шифер убрать и но переделать крыши конечно надо переделать крыши свес этот увеличить ну и заодно я хочу показать если кто-то будет делать новые улья чтобы не делали тех ошибок которых которые допустил я значит вот новые ульи которые я делал вот я уже тут правильно изготовил крышу что имеется ввиду значит надо делать свес крыши сразу побольше ну сантиметров в 12-15 ну там плюс-минус уже как как получается ну 10 минимум допустим и еще один самый важный момент если крыть здесь она оцинковкой покрыта значит ни в коем случае не заворачивать оцинковку здесь внутрь потому что вода будет туда внутрь затекать и опять же будет стекать по бокам если не не заворачивать а внизу так ее сделать оцинковку вниз только подвернуть чтобы она не резала руки тут просто подвернуть то вода вот если стекает вот здесь она и будет стекать вниз то есть она не будет сюда зализывать не будет сбегать по краю улья то есть вот это самое правильное устройство крыши на мой взгляд то есть если кто-то будет делать крышу вот для лежаков это в условиях стационара конечно потому что такая крыша большая если ее перевозить она занимает место в машине вот или там на прицепе вот поэтому такая крыша для стационара вот она очень хорошо и не надо тогда никакого шифера никакого кирпича ничего здесь ставится защелочка защелочка держит от ветра все защелкивается и очень легко открыть закрыть такую крышу значит как я переделал у себя и что было неправильно сделано значит вот вот эти два улья я переделал и вот эти два улья что здесь было неправильно свес крыши тут был нормальный но проблема была в чем проблема была в том что эту крышу я завернул туда внутрь вот я ее завернул внутрь и вода здесь сбегая по крыше затекала внутрь сюда потом затекала но она не вули затекала но она опять же затекала сюда на стенки а стенки опять же вот здесь у меня бита стенка dvp она стоит она прекрасно стоит уже несколько лет она стоит хорошо покрашена но конечно тут был шейфер чтобы дождь туда не попадал и вот это вот не затекала вода теперь я переделал таким образом чтобы вниз сюда значит просто вниз сюда ровно было оцинковка и теперь в принципе я вот эту этот шейфер убрал значит с этих ульев понятно ну остались вот эти вот такие маленькие ульи сейчас подойдем вот на примере этого улья и посмотрим я расскажу значит у меня есть вот такой металл и шифер я посчитал если такой металл и шифер разрезать на три куска как раз хватает на на три крыши улья вот два листа мне на 6 ульев будет я сейчас разрежу и покажу как я буду крепить вот получится три такие куска и сейчас подойдем я покажу как я буду крепить значит я вот таких три бруска закреплю вот такими обычными шурупами здесь сверху ложу сверху потом ложу вот этот шифер смотрим что у него нормальные свесы получаются со всех сторон тем более тут скос идет назад и потом к дереву закреплю специально вот такими шурупами которые предназначены для металла шифера и для дерева ну вот я установил металл и шифер прикрутил шурупы осталось последних два шурупа я сейчас прикручу и покажу что из этого получилось ну вот все теперь смотрим что у нас получилось связь теперь со всех сторон нормальный вот она там продувается везде нормально вот открываем смотрим что получилось вот такая крыша получилось вот так открывается везде вот такой свет крыши видно не надо ложить кирпичи не надо ложить шифер открыл ну так закрыл за счет и все ну все я надеюсь вам было полезно и интересно подписывайтесь на канал пишите комментарии пока